Здравствуйте! Вы смотрите программу «На равных». 47-я хромосома не помешала испанцу Пабло Пинеда получить высшее образование. Американцу Стиву Харрису открыть ресторан. В России 80% случаев от детей с синдромом Дауна отказываются еще в родильных домах. Не так давно в нашей стране ситуация стала меняться. Произошла маленькая революция, и первые солнечные люди стали получать приличную работу. Такой случай есть даже в Омске. Молодой человек работает уборщиком. Наши сегодняшние герои только готовят подростка, родившегося с лишней хромосомой, к самостоятельной жизни. И верят, что он также будет трудиться. 15-летний Павел почти не говорит, но родные делают все, что в их силах для социализации ребенка. Наша съемочная группа провела день семьей Закаталовых, которым есть чем с вами поделиться. Это наше солнышко в семье. Мы так его и воспринимаем. Не потому что так принято сейчас, так сейчас может быть даже в какой-то мере модно. Это просто наше солнышко в семье. Конечно. Мне хочется заботиться о нем всегда. Быть рядом. Я его люблю. И это чувствую взаимно. Я живу прежде всего для ребенка, ради ребенка и проблемами своего ребенка. И когда ему хорошо, и мне хорошо. То есть у нас яркая, активная жизнь. Вот буквально три месяца, как живем в городе Омске, стремились сюда именно, чтобы работать и учиться. Мы приехали из Казахстана, из Петропавловска. Ну а поскольку здесь уже все давно хорошо и слаженно, мы очень стремились сюда. Получается, ради ребенка вы сменили место жительства? В первую очередь. Что получили взамен? Все, что хотела. А хотели что? Хотела активную жизнь для своего ребенка. Обучение в адаптивной школе, занятия в Центре развития с логопедом, дефектологом в театральной студии, в художественной мастерской. А еще танцы и спорт. Все это для своего солнечного ребенка Оксана Закаталова нашла в Омске. Мы познакомились на записи программы «Живое дело», где обсуждали развитие детей с особенностями. И Оксана очень тепло говорила о том, что в сибирском городе ее жизнь и жизнь сына расцвела. Нам захотелось своими глазами увидеть, как воспитывают 15-летнего подростка с синдромом Дауна, чтобы и ребенок, и родные были счастливы. Здравствуйте, ребята! Присаживайтесь. Мы с вами продолжим изучение истории Киевской Руси. Когда на Руси приняли христианство, как князь Владимир выбирал религию, как крестили русских людей. Обычные вопросы образовательной программы, но ученики необычные. А в каком году на Руси было принято христианство? Коррекционная школа – это не изоляция от общества. Просто таким детям здесь легче, чем в инклюзивной. Они также сидят за партами, слушают учителя, отвечают на вопросы, выполняют домашние задания и выходят к доске. Но если заглянуть в тетради, обнаружится особенность. Не всех ребят учат писать, они получают и запоминают информацию на слух. Но есть такие, кто аккуратно и красиво пишет, а вот устно выразить свои мысли не может. Они все абсолютно разные. И ко всем нужно найти какой-то подход, чем-то заинтересовать. Да, кто-то будет внимательно слушать, кто-то будет внимательно читать, а кто-то в это время просто будет раскрашивать рисунок. И уже эта победа, что он сидит и раскрашивает, терпение пришлось учить в первую очередь себя. Потому что, ну да, хочется, чтобы знали больше. Хочется, чтобы отдачи было от них больше. Хочется спросить с них больше. А потом всегда себя отдергиваешь. Нет, дорогая, ты работаешь с особенными детьми. И поэтому спрос с них немножко другой. Стаж работы Надежды Руденко 26 лет. Пять из них в коррекционной школе. К каждому ученику она нашла свой подход. Терпение, забота и даже нежность дают результаты. Ребенок открывается и учителю, и новым знаниям. Свой подход и к Павлу Закаталову. Вот он делает вид, что не слушает. Вместо конспекта чертит в тетради палочки, кружочки и крючки. Но учитель знает, Паша внимательно слушает каждое ее слово. И в конце занятия обязательно закрепит материал на бумаге. Пиши, и Паше помогает. Молодец, Паша. Ему вот эти вот рисунки не мешают следить за информацией. Вообще за всем тем, что происходит на уроке. Вот я этому была крайне удивлена, если честно. То есть я вот на него первый месяц просто наблюдала за ним. А потом только начала спрашивать. И оказывается, он все знает. Паша, обрати внимание вот на эту иллюстрацию. Покажи мне, пожалуйста, русского богатыря. Шлем. Где одет на русском богатырь? Молодец, Паша. Это шлем. А покажи мне, пожалуйста, щит, которым защищался русский богатырь. Щит. Это палец, да? Это палец. А щит? Щит. Копье на иллюстрации. Копье. Вот это щит, совершенно верно. А копье найди. Копье. Да. Молодец. Эти знания могут не пригодиться солнечному Паше в жизни. Но подросток уже запомнил, как выглядит кольчуга, щит, меч, палец и не забудет. Только вот произносить слова подростку сложно. Но все еще впереди. Кропотливая и ежедневная работа даст свои плоды. В этой школе не таких результатов добивались. Вопреки диагнозу не обучаем. Очень кропотливый, серьезный, долгий процесс обучения. Все-таки дает свои какие-то результаты. Иногда очень даже неожиданные. У нас был мальчик с очень серьезной такой ареналолеей. Он издавал только какие-то отдельные звуки. И к концу обучения он уже мог говорить какие-то фразовые такие... Фразовая речь у него появилась. Он мог говорить фразы, мог говорить комплименты. Он говорит, красивая. Очень радовались, когда он такие комплименты говорил. Это была видна работа. В 18-й городской школе 223 ученика. Родители выбрали адаптивное образование. Они инклюзивные по определенным причинам. И каждого ребенка после занятий встречают, чтобы довести до дома. Нашего героя ждет дедушка Евгений Иванович. По профессии он строитель крупнопанельных домов. Приехав в Омск, не стал торопиться с трудоустройством, помогая дочери и единственному внуку. Иди в раздевалку. Хорошо, хорошо. Иди в раздевалку, бери вещи. Переобувку бери. Дедушка терпелив, воспитывает в парне самостоятельность. Не кидается помогать, чтобы ускорить процесс. Ждет, когда внук справится с задачей сам. Наш герой совсем не торопится. Смотрит по сторонам, будто от удивления. Рот закрывай. Молодец. Молодец. Оценки хорошие получил? Да. Ну, молодец. Так, Паша, вот здесь на ступеньке стой, меня жди. Хорошо. Я вижу, что с переездом сюда он какой-то эмоциональный толчок получил. Вот. Просто ребенок изменился. Это заметно. Вот в общении, в том, что вот научился он делать сейчас. Я смотрю, как он стал писать, как он стал эти примеры все решать. Вот все это заметно. Буквы все до одной знают. Встреча у него немножко, это содержка есть. Ну, все равно мы его понимаем. Мы всегда все вместе, поэтому как-то нам доступнее это. Я его сразу приняла, полюбила, какой бы он ни был. Это как для мамы, так и для бабушки. Он получше очень ласковый ребенок. Он немножко сейчас даже, вот я же вижу его, он немножко другой, он немножко растерян. При том, при всем, что есть какой-то в нем вот это сейчас, это ажиотаж, и он немножко неестественен сейчас, когда вы здесь. Более естественный, он с нами более спокойный и очень ласковый ребенок. Очень ласковый. Когда он обнимет, приходит, говорит, я тебя люблю. Ну, немножко, конечно, у него дефект речи есть. Но мы абсолютно понимаем друг друга. У меня полностью сорт, да, я душу ему нехорошо. Я очень люблю его. Мы его все любим. Сейчас главная задача – научить Пашу говорить, чтобы и посторонние люди понимали его. Павел мечтает стать поваром, и родные делают все, чтобы он освоил эту профессию. Сначала на домашней кухне. Сегодня солнечный герой программы «На равных» готовит для гостей. Готово? Готово? Пойдем. Готово. Ничего страшного. Бери. Крепко и аккуратно. Выливай. Потихонечку. Вот, молодец. Все, давай, я уберу в раковину. Все, иди за стол, сейчас дальше продолжаем. Что ты сейчас готовишь-то? На сковороде у тебя что? Омлет. Омлет. Это успех. Ребенок с синдромом Дауна может сам приготовить омлет и овощной салат. Правда, чтобы научиться этому, потребовались титанические усилия. Помельче. Еще мельче. Держи хорошо ручки. Молодец. И потом крупный кусочек, правильно? Молодец. Тебе вот так, видишь, удобнее, да, получается? Вот, вот так тоньше получается. Вот, молодец. Ссыпай сюда. Огурчики ссыпай. Собирай все. Собирай, собирай. Внимай мне тоже. Так. Сейчас пока омлет готовится, помидорки. Помоги мне. Угу. Руки. Осторожно. О, холодный не бывает. На каждый кусочек ложи, я салат помещаю. И петрушки сюда добавлю. Давно известно, что мотивацию человека с лишней хромосомой легко поддерживать одобрением. Похвала для таких людей – лучшая награда. Мама Оксана об этом знает. Не устает поддерживать сына, а он рад стараться. Таких деток нужно всегда как бы стимулировать и подгонять. Иначе весь процесс, как бы, он будет для него менее интересным. То есть он должен быстро переключаться с одного задания на другое. И он тогда очень сильно радуется результатом своего труда. То есть для него вот этот вот процесс общения, процесс того, что он вот плодами своего труда, да, с кем-то поделился, угостил. Все похвалили. Это вообще самый важный элемент. Похвала, восторг. Вот так теперь разрезаем. Такие особенные люди, как Паша, могут быть полезны обществу. Есть опыт трудоустройства молодого человека с синдромом Дауна в крупный ресторан Москвы, где он готовит еду и получает до 50 тысяч рублей в месяц. А если у одного получилось, то и у других есть шанс. Главное, чтобы сейчас здесь, в Омской области, появились вот эти вот специальности в профучилище, в профессиональное училище, где именно будет поварское дело. То есть это не когда человек, конечно, шеф-повар, да, такая абсолютно самостоятельная единица, которая управляет другими. То есть именно поварское дело – это когда люди работают в холодном цеху на кухне, да, то есть они именно участвуют в замес, нарезке, да, приготовлении салатов, вот такое вот. Под руководством как раз шеф-повара это вполне возможно. Но и как раз вот я слышала, что в Омской области будут расширяться специальности, когда дети из адаптивных школ будут далее уже переходить в профессиональные училища. Тихо. Закрываю хорошо. На одну минуту. Нет, вот так, на одну минуту. Раз, еще. Два, старт. Угу. Две. Красота. Ложи сюда. Ай, красота. Накладывай. Ай, красота. Ай, красота. Давай, следующую тарелочку. Аккуратно. И еще столько же. Молодец, мой красавец. Следующий тарелочку. Угощай, Жанна. Угощай, Жанна. Спасибо. Сыром и с колбаской. О. Это кому? О. О. А маме? А мне? О. Б. Не без. Тебе, мой любимый. Он пока очень сложно чистит картофель. То есть то, что чистится на весу. Морковь. А вот такие вещи он пока делает сложной. То есть проблема как бы есть все равно с моторикой. Все это преодолевается путем занятий, да, постоянной, ежедневной вот это вот его деятельности. Это и школа, и занятия в центре планеты, друзей. То есть вот все его, и зо, танцы, бытовой труд, все как бы, да, ему в комплексе, да, развивает и его моторику, и естественный интеллект, и все, 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 все. Все социальные навыки. Поэтому на сегодняшний день он может все резать, все мешает. Есть такое выражение, закричи, да, о своих проблемах на своем комплексе. На весь белый свет, и ты поймешь, что у тебя их нет. У меня был такой момент в жизни, когда я устала постоянно бояться, постоянно оглядываться, заглядывать в глаза, да, кому-то, кто как смотрит на моего ребенка, как его воспринимает общество. Я сейчас, например, живу, и каждый день понимаю, что умных и хороших людей все равно больше. Это правда. И вот когда, наверное, я отпустила внутри себя, вот тогда, наверное, как мне кажется, ребенок, чувствуя это, такое впечатление, что у него пошел еще больше какой-то прорыв, прогресс. К сожалению, не всегда детки такие остаются в семье. Но мне кажется, это как раз вот этот страх, прежде всего, мам, что она одна. И если сейчас общество будет все больше и больше поворачиваться лицом, если вот эта инклюзия, она будет не на бумаге, а реально в жизни, в школах, на работе, в социуме, когда мы будем видеть этих людей в боулингах, в кино, в ресторанах, тогда, наверное, как бы будет меньше отказников деток особенных. Сейчас в России стали спокойно принимать людей с инвалидностью. Многие амичи активно интересуются жизнью особенных детей и их творчеством. Приходят на концерты и спектакли особенных детей. Вот пример. Вечер рабочего дня. В зале городского дворца творчества «Аншлаг». А ведь это не премьера звездных гастролеров, а всего лишь 40-минутная постановка театральной студии общественной организации «Планета друзей». Но для тех, кто пришел, эти актеры однозначно – звезды первой величины. Отсюда и интервью. На вопросы отвечать сложно, но в запасе всегда есть слова из роли. Они красноречивы. Театр особенных людей – это способ познакомить особенных и обычных, убрать преграды и смущение при общении, научиться общаться. Интересно, что актер с синдромом Дауна не задумывается о перевоплощении, не пытается сделать свой образ правдивым и искренним. Он может плохо говорить или двигаться, но если на сцене такой актер смеется или плачет, то это всегда искренне и по-настоящему. Самый известный актер с синдромом Дауна – Паскаль Дюпен, получивший Оскар за исполнение мужской роли в бельгийском фильме «Восьмой день». А в России в 1994 году Борис Юхананов снял фильм «Неуправляемый ни для кого», в котором актеры с синдромом Дауна рассказывают и показывают евангельские сюжеты. Такие люди могут быть и музыкантами, и художниками, и спортсменами, и актерами. Конечно, если дать им такую возможность. Несмотря на то, что они медлительны, плохо говорят, не способны быстро реагировать. Приходится по многу раз объяснять одно и то же движение – фразу. Но искренность подкупает, и зритель готов аплодировать стоя, в том числе нашему герою Павлу Закаталову. На меня все смотрим, Паша, на меня все, Павел. Это его дебют, поэтому мама волновалась очень. Павел волновался? Да. Да. Но мы очень рады, потому что все получилось, и, ну, наверное, даже превзошло наше ожидание. Тебе было сложно? Да. А что было? Что тебе было сложно? Репетировать? Да. Репетировать. А выступал легко? Да. Хорошо? Да. Этот театр – искусство преодоления. Зритель этого не видит, лишь потому, что невероятный труд актеров, их родителей и педагогов остается за кулисами. Молодцы, ребята, здорово, здорово, молодцы. Молодцы, ребята. Спрашивал, где мама. Синдром Дауна – не приговор. И наши сегодняшние герои подтверждение этому. Никто не застрахован от появления в семье ребенка с особенностью. И такие дети имеют право на любовь, защиту и понимание окружающих, а также на воспитание и образование. Если в вашей семье появился малыш с физической особенностью, не опускайте рук. Послушайте еще раз советы героев нашей программы и обязательно найдутся силы жить в радость. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова